Всем привет! Вы на канале Кибер Ёж и сегодня мы научим вас не только защищать себя в сети, но и атаковать, взламывать и деанонимизировать. Мы будем учить вас этому, так как уверены, что это является составляющей персональной защиты, может даже главной ее частью. Мы глубоко убеждены, что не познакомившись с мечом, щит бесполезен. Пусть лучше вы попробуете взломать сами себя. Поймете, как это работает. И уже затем настроите безопасность. Пусть лучше вы деанонимизируете сами себя, чем это сделают другие. Ведь многие до сих пор живут с мыслью. И что, что IP-адрес? Я и не скрываюсь. Именно таким юзерам надо взять свой IP-адрес, провести на его основе атаку на свои устройства, получить доступ к своей веб-камере или своим персональным данным, почитать свои переписки в социальных сетях, последить за активностью в своем браузере. Мы живем в эпоху, когда наша деятельность, наши контакты, общение, интересы – все это уходит в сеть. И быть защищенным там сегодня не менее важно, чем быть защищенным в реальной жизни. Те знания, навыки и опыт, которые вы получите, станут для вас незаменимым фундаментом безопасности в онлайне, а навыки анонимной работы помогут надеть виртуальную маску. Ведь в сети, как и в жизни, почти невозможно ударить того, кого не видишь, нахождение, кого ты не знаешь. Нельзя оценить силу оппонента, не видя его. Нельзя понять его цель, предугадать его маневр. Маска – это ваше право, кто бы и что ни говорил. Вы должны не только уметь настраивать безопасность, но и проверять ее. Проверять неформальным чек-листом «сделано-не сделано», а настоящими атаками. Например, просканировать свою систему и Wi-Fi роутер на уязвимости настоящим инструментом, применяемым злоумышленниками. Попробовать против себя атаку типа ARP спуффинг. Но есть еще одно важное применение мяча. Как известно, лучшая защита – это нападение. Многие злоумышленники чувствуют в сети свою неуязвимость и безнаказанность, ведь большинство пользователей не умеет защищаться в интернете. Но вы должны снять маску с преступника, деанонимизировав его, а дальше организовать ему встречу с правоохранительными органами. Это и есть безопасность, какой ее видим мы. Можно выстраивать крутые стены в виде защищенной системы, настроенного фаервола, WPN с блокировкой утечек. Мы научим вас и этому. Но какой смысл в таком щите, если за ним нет мяча? Единственное, о чем мы вас очень просим – не применять эти навыки, когда ситуация не касается вашей защиты, не нарушать закон. На написание курса было потрачено много дней и ночей. Нам очень хочется верить, что эти знания пойдут только на благое дело. Возможно, в вашей стране запрещены некоторые методики и инструменты, предлагаемые нами. Мы настоятельно рекомендуем пообщаться с юристом перед их применением. Приятного изучения курса! Надеемся, после изучения наших материалов вы выйдете в сеть уже со щитом, мечом и в маске. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До встречи!